Брест присоединился к глобальной инициативе Детского фонда ООН еще в 2011 году. Город, дружественный детям, это не модель идеального города и не звание, которое выдается за достигнутые успехи. Участие в данном проекте означает постоянное стремление заботиться о детях и не останавливаться на достигнутом. Изюминкой, кардинально отличающей город, дружественный детям от иных социальных программ, является обязательное участие детей и молодежи в процессах принятия решений, затрагивающих их интересы. Развитие инициативы, молодежной, детской инициативы, подспудно, ведь задачи гораздо серьезнее. Мы готовим к решению тех задач, которые стоят перед нами, нашей страной, нашим городом, недалеком будущем, нашу смену, молодое поколение детей. Поэтому это правильно, что мы их сейчас включаем в решение тех задач, которые будут стоять перед нами. В заседании приняли участие как представители городской вертикали, так и юные лидеры. Именно от них сегодня исходит инициатива, благодаря которой создаются новые возможности для реализации деятельности молодежи. Это проекты в сфере экономики, здравоохранения, образования и культуры. Такая работа способствует развитию способностей у детей к самоорганизации через обеспечение участия в разработке и реализации программ родного города. Так как я являюсь заместителем председателя, я в большинстве курирую работу наших учащихся парламента, которые занимаются и продвигают эту инициативу, поддерживают ее. Мы создаем довольно-таки за существование двух лет, мы создали довольно-таки много проектов, которые реализовались в городе. Где-то мы были и инициаторами, где-то мы и участвовали в этих проектах. То есть работа идет и не только на словах, но и на деле. В рамках проекта «Город дружественные дети» молодым людям предоставляется возможность разрабатывать программу, призванную развивать город для детей. Это касается управления, инфраструктуры и услуг. Разумная инициатива поддерживается представителями городской вертикали и активно реализуется на базе учреждений образования. Тем самым у молодых людей развиваются лидерские способности, формируется правовая культура и активная жизненная позиция.